Ребят, всем огромнейший привет, на что я сегодня отвечаю на вопросы, которые вы мне оставляли в инстаграм, фиг знает когда я. Первый вопрос, чем закончилась история с ноутбуком, который вы отдавали неизвестно кому на ремонт. Я рассказывала об этом в одном из влогов, то что Сережа решил починить мне ноту, от которого отвалилась крышка. И он держался, по-моему, там один шлейф остался, и в общем просто набрал на авито, нашел какого-то дядька, у которого в тексте объявления было написано отзывы, двоеточие. Прекрасный там человек, ему можно доверять, расценки нежирыночных, вообще я так довольна, запятая, середущий отзыв. И Сережа такой, ну вот же, он отдал ему ноутбук, который на минуточку вообще ни разу не дешевый, то есть он игровой, я на нем монтировала видео, и оказалось, что это был какой-то машин, который стал в течение дня звонить, обновлять все время стоимость, и в итоге дошло, что там чуть ли не за 40 тысяч термопасту надо было поменять, корпус он вообще отремонтировать не может, потому что нет деталей в Москве и так далее. Но мы, так как он уже там всю Москву объездил, должны ему заплатить за эту термопасту и прочее. И в общем вытягивал деньги, ничего по факту не сделал. Сережа там сколько-то раз с ним созванивался, сказал, что не будет он ему столько платить, и вообще он напишет заяву. Не сильно он боялся, но когда понял, что никто ему платить не будет, снижал-снижал стоимость, пытался нащупать вот это дно неснижаемое, на котором все-таки потенциальный получатель услуг согласится заплатить эти деньги. То есть за 6 они с Сережей договорились, что он ему вернет ноут, он ему курьером, то есть он уже второй раз не встречается. Кто-то написал, что надо назначить встречу, вызвать полицию, нет, он принимает оплату на карту, вызывает курьера и все, то есть у него уже все это отработано. И он прислал ноут без адаптера, без блока питания. И сказал, что блок питания он пришлет за вторую часть стоимости, еще там тысячи пять надо было доплатить. Сережа сказал, ну что, я тебе не буду платить, и в итоге он его прислал бесплатно. Ну то есть на каждом этапе попытка отжать деньги, и в итоге оказалось, что он типа эти 6 тысяч хотел, которые ему перевел Сережа за замену термопасты, но по факту он не поменял даже ее, то есть он вообще ничего не сделал. Ален, расскажи про психолога, как долго планируешь ходить к ней, или это как подружка, которая всегда на твоей стороне, и пожизненно взаимовыгодная дружба? Ну дружба я бы это точно не называла, потому что, ну вот лично моя психолог, она держит дистанцию, не сближается слишком, чтобы, не знаю, не нарушать что ли субординацию. Но сейчас я хожу гораздо реже, то есть раньше я, наверное, год ходила четко два раза в неделю к ней, но у меня была такая потребность. Сейчас по мере поступления эмоций, когда я чувствую, что скоро клапан сорвет, я такая, Оля, я к тебе. И смотрите, в чем разница подружка, она тебя просто подбадривает, всегда выражает поддержку, даже если ты не права, она это сделает все равно через одобрение, через сочувствие какое-то, эмпатию. Вот, а психолог, у нее цель не просто тебе облегчить эмоциональное состояние, а так скажем, изменить что-то радикально, то, что приносит тебе неудобства, и какие-то причины поменять, из-за которых ты оказалась в этой ситуации. То есть она будет наводящими вопросами, какими-то примерами тебя подводить к тому, чтобы ты увидела проблему и сама смогла с ней справиться. В целом я поняла, что если я не посещаю психолога, то я немножко начинаю вырастать в прошлую Алену, которая была целиком и полностью сжата рамками, установками из детства, мнением окружающих, и просто это все вот так вот налеплено, ты не можешь это отличить от своего желания, мнения о себе. И когда у меня нет человека, который так вот это вот все может смахнуть и обратить внимание твое вглубь себя, то ты начинаешь в первую очередь, опять же, ориентироваться на окружающих, а все и тому рады, то есть никому не нужен рядом свободный человек, который живет, исходя из собственных желаний, естественно. Соответственно, тебя быстренько приберут к рукам, если ты не отстаиваешь себя. Никто не будет жить во благо твоих интересов, если у тебя нет такой задачи, и ты постоянно не очерчиваешь свои границы. Ну, сейчас я представляю, что начнут писать, а это же очень эгоистично. На самом деле, правда в том, что все люди эгоисты, блин. И понимаете, что если вы не выбираете свои интересы, ну, это не значит, что наполевать на других, вообще не считаться ни с чьим мнением, да, нет. Из-за того, что все люди эгоисты, если ты не руководствуешься своими интересами, вряд ли кто-то другой это будет делать. Потому что иначе тебя, ну, просто растащат на кусочки, все будут тобой закрывать свои проблемы и вопросы. И никто не скажет, Аленушка, родная, по глазам вижу, хочешь вот этого? Давай, конечно, вот так тебе и сделаем. Ребят, раньше я очень осторожно относилась к кредитным картам, а потом поняла, что в умелых руках это очень полезный инструмент. Во-первых, в отличие от обычного кредита, вы можете не платить проценты вообще, если успеваете вернуть деньги на карту в обозначенный банком срок. По кредитной карте Тинькофф Платинум это до 55 дней на любые покупки по карте, 120 дней за погашение карты других кредитов и 12 месяцев за покупки в рассрочку. Я даже иногда оплачиваю основные расходы кредиткой, пока мои деньги лежат в банке на вкладе. Здесь главное быть внимательной к беспроцентному периоду. За все покупки начисляется кэшбэк бонусами до 30%. Один бонус равен 1 рублю, и ими можно компенсировать свои траты. Все траты очень легко отслеживать в мобильном приложении, и для решения нужен только паспорт. Ссылку на оформление заявки я оставлю в описании к видео. Без акции обслуживание карты стоило бы 590 рублей в год, но если успеете оставить заявку до 22 ноября, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Если кто-нибудь из ваших детей станет нетрадиционной сексуальной ориентацией или захочет сменить пол, как вы к этому отнесетесь? Блин, что так темнеет-то, ёксель-моксель. День еще, ребята. Так, я включила свет, потому что иначе я чувствую всем ссором, что сейчас 2 часа дня. Блин, солнце куда-то девается. Но я много раз говорила, что не считаю ребенка придатком к родителю. И если вы кого-то родили, значит он вам должен как земля колхозу. Вообще через ребенка вы имеете счастье, опознать радость родительства, иметь физическое продолжение на этой земле. Ну и какое-то не совсем физическое, потому что ребенок все равно произрастает на ваших убеждениях и в каком-то смысле он их усваивает. То есть как бы он их продолжает, даже трансформируя через собственное мировоззрение. То есть он вам дает возможность продолжить себя. А не так, что вы родились, значит, ну все, родной, вот список моих ожиданий, выполняй. И в любом случае, что бы он ни выбрал, вы не душепрекачи. И вообще достижение высшей цели родительства, мне кажется, это когда твой ребенок счастлив. Потому что все остальное не имеет смысла. Какие-то финансовые показатели, социальные, да, если у него нет ощущения удовлетворенности от жизни, это по сути все пустое. Даже если мне, типа, перед соседями неудобно, а что подружкам скажу? Мне кажется, это самый главный мотив, когда там люди начинают, типа, стыдиться за детей. А как же у всех вот дети как дети? А я, значит, приду и скажу, а с моим что-то не то. И получу я какое-то неодобрение. То есть ты, типа, готов променять счастье своего ребенка на то, чтобы тебя считали успешной матерью. Как мне кажется, я бы очень хотела все-таки, ну, понимать, что для меня в приоритете радость от жизни ребенка. А как он к ней идет, это его личный выбор. Расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хорошие результаты. Ну, вообще, много такого было. Например, мне очень нравится совет, который подходит ко всему. Если лошадь сдохла, с нее надо слезть. Что хотите, работа, личная жизнь, окружение, ко всему суперски подходит. И в чем смысл, да? Если мы говорим о биологическом продукте, да, то довольно легко определить, живон или мертвый. Ну, там, измерить пульс, например. Или то, что если это не очень живая субстанция, на них скоро появляются следы разложения, которые достаточно очевидны. Ну, там, подпахивать начинают как-нибудь специфически, да. И сразу есть ощущение, что от этого надо отойти. Это не очень здорово. То есть не живое должно быть отдельно от живого. Так, ребят, короче, пойдемте на балкон, а то мы так и будем сидеть в потемках. Вы не поверите, но на балконе тоже темнеет, блин. Сенсация. Итак, огромная проблема в том, что в жизни много небиологических субстанций, у которых достаточно сложно распознать процесс нежизнеспособности. То есть это какой-то процесс или явление, к которому ты или привязался, или ты ему назначил уже какую-то роль, да, или уже увидел некую перспективу, которая вообще не сходится с реальностью. И так далее. И вот так двумя руками держишься за это в нежелании отпустить. Но правда в том, что оно этому не соответствует. Оно не отвечает твоим ожиданиям. И любая попытка это оживлять, неоживляемое, это дорога к разочарованию и растрате огромного количества сил. Я поняла, что если какое-то явление в твоей жизни по признакам ведет себя как нежизнеспособное, не надо это за уши тащить. И в некоторых вопросах уметь поплыть по течению, отпускать. Поначалу, если кажется, что это где-то может быть больно, но вот это разочарование, оно довольно быстро может смениться принятием. И тем, что вы открываете дверь для настоящей живой, бодрой лошадки, которая в случае с работой, да, нам будет приносить деньги, удовлетворение, заряжать, а не менять действительность на иллюзию. Из того, что когда-то прям очень сильно мою жизнь изменила, это, я помню, был разговор с мамой и сестрой. Это были последние классы школы, я не помню, десятые, по-моему. У нас не было денег постоянно. Я как-то это принимала как единственно возможный вариант. То есть для меня была реальность, в которой я родилась, такая, что супер, никакой бюджет и денег нет ни на что. Мне там в школе деньги на подарки, например, не сдавали, потому что их не было, и все получали там какие-нибудь новогодние. И типа меня обходили, мне не дарили, а дарили. То есть обычные вот эти коробки с конфетами, я не знаю, сколько они там могут стоить, но явно не ползарплаты. Ели мы тоже какой-то, помню, открылся соевый магазинчик, и я ездила через полгорода туда, потому что у меня как у школьницы был бесплатный проезд, мы просто покупали сою на развес, такие белые катышки, и жарили с луком, ели. Ну и прочее. В общем, я, в принципе, у меня не было даже в голове идеи, что можно что-то захотеть, куда нужны деньги. Вот, у меня из спектра удовольствия было только то, что бесплатно. Типа на качелье покатались, все отлично. И вот я, ну, в общем, это длилось годами. Бабушка мне только говорила, что вот, ничего, вырастешь, выйдешь замуж, жизнь изменится. А дедушка говорил, вот придут к власти коммунисты, и тогда все поменяется. И я вот ждала, думаю, так, либо я замуж выйду, либо коммунисты в классе придут, другого не дано. И вот я была в каком-то там классе, в классе, по-моему, 10-м, и у нас с мамой и сестрой состоялся серьезный разговор. В общем, они меня позвали и сказали, что, Ален, вот через год или два там поступление будет в университет. И ты понимаешь, что если ты сейчас не начнешь так готовиться, чтобы поступить на бюджет, то других вариантов нет. Ну, типа, это единственный шанс изменить свою жизнь и вылезти из этой финансовой жопы. То, что ты получишь нормальное образование, у тебя будет вариант устроиться на нормальную работу. И я такая помню, сижу, такая, да ладно, и что, у меня появятся деньги? Что ж мы молчали все это время? Один этот был разговор, и он на меня так повлиял, что я просто превратилась в школьного зубрилу. И я помню, что я записалась во всей библиотеке города. Я там где-то что-то подрабатывала, какие-то копейки, тратила их на решебники. У меня были там все части с канави. Сейчас они интересные есть. В общем, 4, по-моему, части по математике. В каждую минуту, я помню, перед сыном, я знаете, чем занималась? Я открывала записи, помню, конспектировала. Я после школы приходила, у нас тоже телека не было. Я вот ела, открывала какой-нибудь учебник. И я во время еды, ну, типа, самое золотое время, когда ты можешь, ну, как сейчас, посмотреть любимый ютубчик и покушать, ну, типа, кайфануть и отдохнуть. И вот даже тогда, помню, открывала свою энциклопедию и начинаю что-то учить. В общем, я купила книжку, где были экзамены во все вузы города. Я себе составила расписание. Значит, я хотела поступать везде просто. Я готовилась, ну, у меня были там какие-то предметы, на которых я сфокусировалась. Ну, в общем, я хотела хоть просто получить высшее образование. У меня появилась идея фикс, потому что она бы давала надежду вырваться из этой жуткой бедности посередине. Блин, прикиньте, у меня сережка упала. Так, вот эту снять или с одной... Ну, ладно, модная серьга. Сейчас просто вообще стимунеет, пока найдут затычку для уха. Я настолько загорелась идеей что-то поменять. И самое главное, да, что меня на все это натолкнуло, это понимание, что все зависит только от меня. Никто за меня это не сделает, но это в моих руках, если я приложу достаточные усилия. И вот так вот я просто с бешеным остеревнением поступала. Потом я поступила на самый крутейший факультет компьютерных технологий. Там был самый высокий проходной балл и самое большое количество претендентов на одно бюджетное место. И вот я туда пролезла без мыла, как ни странно. Вообще, по-моему, это был самый счастливый день в моей жизни, вот серьезно, когда я узнала, что я поступила. Я помню, стояла там, прочитала свою фамилию в этих списках и рыдала вот такими слезами. Потом я в итоге отучилась, устроилась на работу. Я помню, что мне, вот представьте, девочки, у которой никогда вообще не было ни на что денег, я получила там свою зарплату. Но это тоже не первая была, я уже там жила несколько объектов. И мне там заплатили, по-моему, тысяч пятьдесят. С моей способностью находить вещи за сто рублей, я сменила себе весь гардероб. То есть я поехала в самый огромный торговый центр и купила себе все. Я шла какая-то от Джулия Робертс из красотки с пониманием, что я смогла. Алена, вы посещаете какие-то курсы по развитию? Был ли реальный результат от их посещения? Я не знаю, что считать реальным результатом. Я вообще одно время постоянно ездила на разные тренинги. Сейчас я большой онлайн покупаю. И мне кажется, огромная часть зависит от внутреннего настроя, от желания не останавливаться просто на чувстве эйфории. Но в моем случае я помню, что я ездила на курсы, после которых я, например, начала общаться с папой. После того, как мы с ним 20 лет вообще никак не созванивались. И это было за год до его смерти. Считать ли это чем-то бессмысленным? Конечно, нет. Потому что если бы мы не восстановили связь, это было по моей инициативе, ну, неизвестно, насколько я бы переживала и думала, что, а что если бы было подруга, а что если я бы попробовала, как бы мне это съедало, тогда, когда уже ничего не вернешь. Вот я проходила курс по фотографии еще у классного фотографа, у которого, ну, даже не столько спецэффекты на фотках, да, сколько я вижу у него какие-то вкусовые решения очень классные. Он в целом постоянно погружен в искусство, в современное, в изучение предыдущего, в крутейших фотографах, в изучениях работ и прочее. И, в общем, я у него там где-то полгода училась. Это, мне кажется, очень заметно по инстаграму моему, то, что, в принципе, в любой ситуации я могу плюс-минус выставить кадр, сделать какую-то, ну, приятную фотографию, даже если рядом нет ни одного фотография. То есть я сама выберу, как это будет выглядеть, куда я стану и прошу абсолютно любого человека меня сфоткать. И если сравнить мои фотографии там более ранее, то, конечно, небо и земля. Здесь важна не просто техническая, ну, фигня, потому что сейчас, в принципе, смартфоны на автонастройках нормально подберут вам освещенность, насыщенность, и все плюс-минус будет вменяемо. А именно куда вписать себя в окружающее пространство, чтобы было что рассматривать, и как-то это ощущалось вкусненько. Потом еще по разным темам внутреннего состояния тоже я проходила тренинги. Они не решают никакие проблемы. Я в целом не очень хорошо отношусь к негативному восприятию, ну, типа инфоциганства. То есть самое главное, это твой внутренний фильтр и усилитель внешней информации. Вот тогда любое зерно, знаете, вот такое, оно попадает на благодатную почву, и оно находит там где-то чуть-чуть микроэлементов, съел, и все, из него что-то прорастает. Если у вас, как бы, извините, пустыня и там сушеная земля вот с такими трещинами, то вам хоть ведро пророщенных зерен выясет, да, туда они и те засохнут. Поэтому не надо сидеть и ждать, когда вам кто-то разжует, за вас проглотит. Нет, усваивать все равно вам. Дело в желании изнутри как-то генерировать созидающую волну своей жизни. А внешние источники, они могут только подсветить какие-то моменты, но растить это все равно вам. Беременность Ален, подскажу, сколько лет я родила Алису и Рому. Беременность в 30 плюс проходила так же, как и первая, или сложнее? Так вот, с этим сложно, ребята. У меня стоит блокадер возраста. Я, чтобы вспомнить, сколько мне лет, часто начинаю вспоминать, какого я года рождения, и типа вычитать это из текущего. Ну и так далее. В общем, Алиса в 30 лет у меня родилась, но Рома, соответственно, в 33 получается. Ну, плюс-минус год она может гулять. Как ни странно, вторая беременность у меня проходила гораздо легче, чем первая. То есть первая вообще какая-то постоянно жопа с анализами. У меня там была загущенная кровь, хотя до этого всю жизнь были нормальные анализы. Я пила постоянно кроворазжижающие. Потом у меня была на последних сроках какая-то адская чесотка. Я не могла нормально спать. Я спала просто с тремя расческами до крови. То есть у меня очень сильно чесались ладони, стопы. И при этом есть подозрения обычно в таких вещах на ферменты печени. Ну, что какое-то микроотравление организма происходит. Может, конфликт плода с вашим организмом. И это так проявляется. Но у меня были нормальные анализы печени. И, в общем, я просто раздирала себе до царапин до крови. Я помню, рыдала. Ну, потому что невозможно не спать. Я помню, что я когда приезжала к врачу, это все раз сижу такая в кровавых потеках. И она такая так, 0-3, психушка. Вот, ну, то есть реально она на меня смотрела. И типа, да, я понимаю, вам плохо. Сама думает, вот дурац, какой только шизофреник на мне попадает. Хотя я у нее наблюдалась, типа, весь срок. Но я не видела ни сочувствия, ничего. То есть она не могла по анализам найти, что со мной не так. И думала, видимо, что это из головы. Вот такая вот фигня была. А, кстати, помогло мне молоко. Как ни странно, где-то нашла этот рецепт, что просто может от недостатка кальция такого быть. И я начала пить молоко. У меня, блин, в первый же вечер я нормально поспала. Вот потом и читаю нутрициологов, которые говорят, ой, молоко самый страшный продукт на свете. Нет. И с Ромой это, в принципе, небо и земля. То есть я с Ромой вообще помню, 20 километров на велике прокатилась. Ну, правда, я потом на сохранении лежала. Ну, и срок был маленький тогда. Но в целом, ну, вообще по барабану. То есть я там зима, гололед. Я такая пошла, походила. Гораздо мне проще. То есть Алиса, хотя, ну, по идее, я все равно несколько младше. Первая беременность, то есть организм, по идее, более выносливый. Но я помню, что мне там, типа, до магазина 20 метров. Реально 20 метров. А у меня там месяц седьмой. Я такая, 20 метров. Думаю, не, не так уж я хочу там что-то купить. И заруливала домой. То есть было очень тяжело. Я ходила вот так вот, живот руками держала. Хотя Алиса была легче, чем Рома. И, как ни странно, более поздняя беременность у меня проходила. Гораздо ли, просто в сотни раз. Ну, как, собственно, и состояние внутреннее после рождения ребенка. С Алисой это какая-то была довая жесткая депрессуха. И с Ромой я, ну, когда он родился, я вообще не поняла. Думаю, блин, чего с Алисой так загонялась? Вот делать нечего. Было, ну, все же хорошо. Так, удаляла ли ты Камки Биша или похудела? Нет, я Камки Биша не удаляла. И, мне кажется, у меня, ну, нету и подавно таких скулов падин, чтобы там... Ну, короче, нет, не удаляла. Похудела ли ты? Да, похудела. Но, мне кажется, еще очень сильно спорт влияет. То есть в килограммах это не какой-то там не 40 килограмм. Но по лицу, когда я смотрю на свои фотки, ну, там еще в двухлетней, полуторалетней давности, но впечатление, что я прям... А на самом деле разница в килограммах, ну, где-то пяток всего лишь. Ну, при том, что там особо спорта не было, и мышцы тяжелее жира. Но это все равно не в разы. Не так, что я там типа два размера скинула. Но на лице это очень сильно отражается. Так что все занимаемся спортом или хотя бы гуляем или бегаем по утрам. Предлагали ли вам взятку, чтобы не выкладывать треш-обзор? Нет, если люди не хотят треш-обзор, то они, как правило, просто дерутся этим старым русским добрым способом. Ну, то есть они провоцируют какой-то скандал, запрещают съемку, выгоняют и все. Либо, если они разрешают, они очень-очень сильно стараются, чтобы все было хорошо. И огромное количество, кстати, таких обзоров я не выкладывала по причине их дикой скукоты. То есть там настолько визажист превращался в сахарную пузырьку. Ну, просто всеми цветами радуги переливается. Вот он вокруг тебя наяривает эти круги, блещет всем, чем может. Такой же сладенький, что невозможно. Я просто представляла, что сейчас выложу и по закону жанра скажу, кто это, потому что все хорошо в целом. И мне скажут, не Алена, но это паста, но это проплаченная реклама, так не бывает. Алена, чувствуете ли вы себя по-настоящему счастливым человеком? Вы имеете семью, любимое дело, средства? Можете реализовать большое количество идей? Мечта многих людей или ваше настоящее счастье еще не достигнуто? Я много раз говорила, что счастье, я думаю, это не пик эмоций. То есть ты не можешь постоянно быть на острее переживаний, потому что оно это просто супер эмоционально, энергетически затратно. И можно свихнуться, наверное. Для меня показатель счастья это ощущение в целом удовлетворенности жизнью и гармонии. Но надо понимать, что как бы вокруг вас объективно не складывались обстоятельства, что вроде бы у вас все карты в руки быть довольным жизнью, у психики есть периодически потребность пострадать, что-то поныть, почувствовать себя жертвой, где-то пожалеть. А вот а я, а мне? И никакими объективными бонусами, которые вот вы держите в руках, вы от этого не избавитесь. И я просто понимаю, что где-то у меня есть такая потребность, и учусь относиться к этому немножечко играючи. То есть воспринимать это не как отражение объективной реальности, а то, что есть у меня иногда такая потребность. А погрустить, скажем так, я себе мне не отказывала. В общем, ребят, вот такие были мои ответы на вопросы. Как вам, кстати, сережки носить? Они что-то кажется слишком объемные. Или они мне идут? Напишите, пожалуйста. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока. Откуда ты тут делась? Классные шокики, бывшие джинсы, леваясь, простой макияж. Пахнешь, как первый ландэш. Тебя не буду срывать. Откуда ты тут делась? Пахнешь, как первый ландэш. Тебя не буду срывать.